Всем здравствуйте! Это карты Таро, и это золотые Таро, они очищают от негатива. И я знаю, что во время праздника, во время приготовления к праздникам, когда мы ходим по магазинам, торговым центрам, случайно прислонились, прикоснулись, встретились рукавами, да, или еще как-то наткнулись на кого-то. И если люди плохие, то они могут, конечно, воспользоваться случаем и послать негатив. Кстати, на дне колоды был король жезлов, это тот, кто защищает вас от негатива. И я сейчас хочу посмотреть, или же в компании какой-то вы были, и, может быть, кто-то негативно на вас посмотрел, и, может быть, хозяйка что-то имеет против вас и посыпала чего-то. Такое бывает, да, или нашептала что-то, да, или кто-то хотел с вами поссориться, какой-то конфликт или сглаз порча, даже, может быть, кто-то сделает какой-то переклад, такое возможно. Итак, вот эта карта говорит, что это видео вас очистит от любого негатива, который мог во время праздников пристать. Во время праздников негатив больше всего может пристать. Карта маг вам говорит, что это, как знаете, сам Творец, как архангелы все вместе взятые, которые очищают от негатива, и посылают вам очищение полное. А также карта маг говорит, что именно этот расклад поможет, это первое. Второе, карта маг говорит, иногда так бывает, когда мы очень позитивно настроены, у нас хорошее настроение, мы без каких-то негативных мыслей находимся, то в этот момент архангелы вас защищают, и никто не может ни в компании, ни в торговом центре послать вам негатив. Но бывает так, когда мы сами, не зная этого, что-то критически подумаем о ком-то, и в этот момент лярвы сущности имеют к нам доступ, и тогда архангелы в этот момент ничего не могут сделать, они должны ждать, когда у нас пройдет собственный такой самосглас, когда мы что-то плохое о чем-то подумали, ну, несознательно, мы же все с вами не святые. И в этот момент защищают вас земные ангелы. Земные ангелы, как и люди, имеют разные эмоции, хорошие и плохие. Поэтому я сейчас посмотрю три варианта, но эта вот карта маг вас уже защищает и очищает, а я посмотрю вот именно в это святочное время, когда небеса открыты по-особенному, три карты возьму. Загадайте три ситуации, которые вы, может, думаете, что вот через этих людей, или в этой компании, или при этой покупке мог к вам прийти негатив. Загадайте три ситуации, я возьму три карты. Первая, есть ли негатив, или, может, вы уже очистились. Вторая карта. И третья. Сейчас конкретно посмотрим, мои дорогие. Это будет экспресс-гадание, быстрое, но тоже очищение. Итак, восьмерка чаш. Смотрите, во-первых, это очень хорошая карта. Это карта, которая несет вам, наоборот, уход от чего-то, мнения, от влияния, даже от подселенцев каких-то, сущностей, которые вот такими иносказательными голосами у вас в голове что-то говорят. Внушили вам какие-то идеи, информацию грязную дали, неправильную. Сейчас время информации, поэтому информация активирована. И правильная, и неправильная. Ну, в общем, восьмерка чаш – это уход от людского сглаза, от всего, от того, что было плохо. И это вот этот ангел, восьмерка чаш – это земной ангел. Я хочу сказать, что архангелы – это старшие арканы, их всего у нас 21 архангел, на каждый старший аркан, но карта шут, нулевая карта – это карта вопрошающего, то есть вас, того, кто пришел узнать у меня. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада, и здесь все можно получить безоплатно. Я не делаю расклады за деньги, чтобы вы знали, да? А когда вы сами подумали о чем-то негативном, ну, случайно, вот эта женщина не понравилась, или тот мужчина, или злые на погоду, или вообще раздражены, потому что что-то себя неважно чувствовали, в этот момент архангелы вам помочь не могут, потому что в этот момент, ну, это другая энергетика, в этот момент вам могут помочь земные ангелы, так называемые феи, эльфы. Так вот, они бывают разные. У фей и у эльфов те же эмоции, что у людей. Любовь, радость, злость, раздражение, все вот эти эмоции, они могут переживать. И здесь я вижу, что, может быть, было восемь ситуаций на протяжении этих праздников. Праздники длинные, подготовка к праздникам длинная. Восемь всяких ситуаций. И в этих всех ситуациях за вас заступался, защищал вас вот этот ангел восьмерки чаш. Это земной ангел, это, скорее всего, эльф. Он вам помогал и защищался. Так что вот по первому раскладу вы привлекли в себе сглаз, потому что, может быть, были сами раздражены, и это автоматически, мои дорогие. Сейчас так тяжело жить. Все мы раздражены по одному или другому поводу. Но вот я хочу сказать, что были такие ситуации у вас по первому раскладу. Их было, может быть, целых восемь. И земной эльф, ангел такой земной вам помог, отвел негатив. Но когда основное было сделано ангелом, и вы успокоились, в общем, раздражение прошло, отдохнули, тогда карта маг, конечно, это архангел, который вас защитил. Вообще, вот этот архангел все праздники вас защищал, но он ничего не мог сделать, когда он был бессилен, когда вы сами как бы самосглазом, вот время самосглаза, тогда ангелы помогают. Я надеюсь, вы поняли, да, это чисто исторические, это мои древние знания, то есть доверьтесь, это все правда, и вы исцелены. Итак, второй и третий вариант, по второму варианту у вас проходит опять старший аркан, а старший аркан это архангел, и это одиннадцатый аркан, справедливость, так что здесь, в этот момент, да, на вас был серьезное покушение, серьезный сглаз, порча, или даже, может быть, проклятие, или в торговом центре, или в компании, кто-то, кто-то, кто знает, что он делает, владеет заговорами, может, даже какой-то курс взял у какого-то непорядочного мага, да, да, это кто-то, кто занимается магией, и даже этот человек может проговориться случайно, вы знаете, что он занимается магией, но в этот момент вы были абсолютно чисты, вы были не раздражены, вы не критиковали, что вокруг вас, и сознательно, и подсознательно тоже, потому что в первом моменте это бессознательно вы были раздражены, а здесь вы были просто в очень хорошем, расположение духа, в хороших энергетиках пребывали, и сразу вышел на защиту вот этот архангел 11-й карты старшего аркана справедливость, и тут же отвел от вас всю эту грязь, и колдуны моментально были наказаны, и недоброжелатели моментально получили бумеранг, потому что это карта справедливости, это очень сильный старший аркан, и меч справедливости, и фигура, которую вы видите здесь, это архангел Михаил, самый сильный архангел, у него есть меч, но это меч света, который вот эти присоски, привязки, пуповины, все просто отсекает, любое негативное воздействие убирает тут же, так что здесь вы тоже полностью очистились. Вот это третий вариант, мои дорогие, и так, вот если вы чувствуете, еще был какой-то третий вариант, мы смотрим, смотрите, это номерная карта, значит, это ангельские силы, это ангелы земли, феи или эльфы, и здесь у нас тройка меча, три были такие ситуации, когда на вас покушались, причем покушались очень серьезно, это на здоровье покушались, может какие-то, знаете, понимаете сами, о чем я хочу сказать, но это сейчас нельзя произносить, но вы знаете, покушение было очень серьезное, или на здоровье, или на нервную систему, или на сердце, то есть, да, может какая-то искусительница, разлучница тоже пробовала внедриться в ваши отношения в семье, или между вами, как партнерами, но кто-то три раза пытался проколоть вам сердце, и это человек делал у себя дома на вас, это может быть всякие колдовские куклы, это всякие штучки, вот эти грязные, злые, кто-то где-то обучился какому-то ритуалу грязному, в общем, делал у себя дома на вас магию, магию делал, да, и здесь ангел, конечно, хотел защитить, но в тот момент он был не способен вас защитить, по какой-то причине, да, часто бывает так, что ангелы даже земные, они сами раздражены, он, ангел земной, мог разозлиться на этого колдуна, колдуну пошла обратка, а чтобы вас защитить, этот ангел призывает на помощь еще одного, и я возьму карту, которая покажет нам, пришел ли этот другой ангел на помощь, а может даже и архангел, видите, да, пришел сильный воин, это эльф, скорее всего, пятерка меча, пять, вот, пять ангелов пришло на помощь, и они боролись с этими колдунами, посмотрим, победили ли они, какой интересный расклад получается, победили ли они, о, конечно, победили, потому что тройка пентаклей, это, конечно, уже высший слой, то есть вышли пять эльфов, вначале было земные ангелы, может быть эльфы, а может быть и феи вот здесь, потом вышли еще на помощь ангелы, потому что трудно было справиться с колдунами, и потом я вижу, что уже повыше, это уже верхний слой, это уже архангелы почти, то есть это ангелы хроник Акаши, это тонкий слой земли, уже над поверхностью земли, в стратосфере, есть такой тонкий слой, который называется записи Акаши, и это ангелы Акаши там, потому что в патруке пентаклей проходят именно ангелы Акаши, и вообще по масти пентаклей, так что и эльфы, и ангелы, феи, они попросили помощи у более высоких стратосфер, более высокой вибрации, это ангелы Акаши пришли и полностью очистили, вот здесь пришлось за вас побороться, это что-то очень было серьезное, какая-то серьезная попытка вам повредить, навредить, но высшие силы вас отстояли, так что вот, вот такой, мои дорогие, расклад диагностический, и в то же время очистительный, и я смотрю, что карты очень хорошо для вас поработали, все открыли, а вот это тоже погода очищает, да, это погода, конечно, очень мощная у нас в Ванкувере такой год, поэтому я делаю в этом году больше, чем когда очистительных ритуалов, поскольку снег мне дает, потому что я чувствую высшие силы природы, мне дает намек, что многим моим слушателям именно в это тяжелое время нужно делать очищение, и посылать помощь, и просить высшие силы о поддержке, вот так, мои дорогие, так что пользуйтесь, пожалуйста, этим раскладом, присылайте его своим друзьям, пусть и они очищаются, вы узнаете, где вас касалось, в какой именно момент я говорила о вас, но почиститься никогда не мешает, это точно, я со своей стороны посылаю вам мою любовь и поддержку, будьте уверены, не сомневайтесь, потому что я работник света, и я обладаю огромными способностями, огромным опытом, очищать, так что будьте уверены, здесь полностью вы под защитой и охраной, желаю вам счастья, и будем видеться, я буду помогать вам в дальнейшем, а также в компании моих карт, и в моей компании вы можете с пользой провести досуг, а когда человек отдохнул, он под натуральной защитой, так что все будет у вас хорошо, до новых встреч, мои дорогие, пока-пока!